Уважаемые друзья, здравствуйте! Мое имя Максим Соболевский и я являюсь сотрудником музея-заповедника Владивостокская крепость. И сегодня мы с вами проведем онлайн-экскурсию по одному из самых ранних объектов Владивостокской крепости Берегового фронта. Это Новосильцевская батарея, которая располагается на острове Русском на мысе Новосильского. Военный пост Владивосток был основан в 1860 году. И тогда же на берегу бухты Золотой Рог было создано первое укрепление, такая своеобразная береговая батарея, состоящая из нескольких орудий, которые были сняты с военного корабля и должны были препятствовать противнику высадиться на берегу бухты Золотой Рог. В дальнейшем оборона крепости начала развиваться уже с 1870-х годов. И это было связано с обострением отношений с нашим вероятным противником Англией. В связи с острой необходимостью укрепления Владивостока начали строиться береговые батареи. И первые из них были построены на мысе Игершельд и мысе Голдобина. Постепенно развитие берегового фронта Владивостокской крепости продолжалось. И к 1885 году были построены еще батареи на полуострове Муравьево-Амурского, а также было построено укрепление непосредственно на острове Русском. Это полуостров Ларионова. А с 1887 года стартовал новый этап в развитии берегового фронта обороны, когда был уже укреплен так называемый Скриплевский рейд. Тогда были построены батареи на полуострове Назимово. Это те батареи, которые мы знаем как Петропавловские батареи. И в том числе была построена и наша батарея Новосильцевская, то место, где мы сейчас находимся. Своё наименование Новосильцевская батарея получила по мысу Новосильского, на котором она находится, который, в свою очередь, был назван в честь морского офицера и следователя Андрея Новосильского. Первое её исполнение, а перестраивалась она трижды, было выполнено в дерево-земляном варианте. На батарее располагались 8 двориков, которые были прикрыты земляной насыпью. Сами дворики отделялись друг от друга земляными же траверсами, в которых были устроены бревенчатые погребки для хранения боеприпасов. Через два года после этого на батарее сделали бетонные дворики для хранения боеприпасов. А ещё через два года, в 1892-1993 годах, был составлен проект переустройства Новосильцевской батареи в бетонном варианте. И к работам приступили в 1898 году. Работы проводились под руководством военного инженера Эрнеста Маака. Сама Новосильцевская батарея состоит из 8 двориков орудийных, на которых располагались, соответственно, 8 орудий. Мы с вами сейчас находимся в орудийном дворике, где у нас установлен макет орудия КНЕ 6-дюймового. Слева и справа от дворика находятся казематированные бетонированные траверсы, в которых хранились снаряды, заряды и также могло располагаться убежище для артиллеристов. При появлении неприятельских кораблей расчет орудия пользовался так называемым расходным комплектом боеприпасов. Эти боеприпасы находились уже в снаряженном состоянии, в орудийном дворике, в небольших нишах. А в дальнейшем, при ведении боевых действий, боеприпасы снаряжались как раз в бетонных траверсах, и откуда они подавались с правой стороны от орудия. Мы с вами сейчас находимся в прямом сквозняке, и это сооружение было сделано специально для того, чтобы защитить наш бетонный траверс и хранилище боеприпасов от взрывной волны и осколков неприятельских снарядов. Также там могли укрываться у нас артиллеристы. Прямой сквозник имеет закругленную форму специально для того, чтобы взрывная волна наносила как можно меньше повреждений бетонным сооружениям батареи. В верхней части внешней стороны сквозняка находится небольшая бетонная ниша, где мог располагаться наблюдатель, который отслеживал перемещение противника в Скриплевском рейде. Новосельцевская батарея, наряду с батареями, находящимися на противоположной стороне пролива, должна была служить для обороны восточного входа в пролив Босфор-Восточный с целью недопущения противника в пролив и далее в бухту Золотой Рог. С началом Первой мировой войны в 1914 году во Владивостокской крепости была объявлена мобилизация, и Новосельцевская батарея была приведена в боевую готовность, поскольку было непонятно, на чьей стороне выступит Япония. После того, как Япония стала союзником России, пехотный гарнизон Владивостокской крепости и тяжелое вооружение с береговых батарей постепенно начали демонтировать и отправлять на фронт Первой мировой войны. Этой участи не избежала и Новосельцевская батарея. Но существовала опасность нападения на Владивосток германских крейсеров-рейдеров, потому что Владивосток в эту пору был важным транзитным пунктом, по которому перемещались грузы из других стран в центр Российской империи. Поэтому батарею Новосельцевскую перевооружили орудиями Канэ, но уже морского образца. Их было четыре штуки. В 1915 году стало понятно, что и эта опасность уже ликвидирована, поэтому морские орудия Канэ также сняли и также отправили на фронт Первой мировой войны. Вооружение Новосельцевской батареи составляли восемь орудий. Шесть из них были шестидюймовые береговые орудия Канэ, и два орудия – это скорострельные 57-мм орудия Норденфельда. Шестидюймовые береговые орудия Канэ были довольно-таки современными для своего времени, и с различными модернизациями они прослужили до 60-х годов XX века. Скорострельность этих орудий составляла 4-10 выстрелов в минуту и дальность стрельбы до 14 километров. Предназначались они для борьбы с кораблями противника. 57-мм орудия Норденфельда имели скорострельность до 12 выстрелов в минуту и могли стрелять на дальность до 5 километров. Предназначались эти орудия в основном для борьбы с миноносцами и с десантными судами противника. Шестидюймовые орудия Канэ морского образца, которыми была перевооружена Новосельцевская батарея в 1914 году, из-за своих конструктивных особенностей имели немного меньшую дальность стрельбы. В 2011-2012 году на батарее были проведены реставрационные работы. В том числе были установлены макеты орудий, которые находились на батарее в 1914-1915 годах. Береговой фронт Ладивостокской крепости мог дать отпор любому, даже самому сильному вероятному противнику. Мы вам рассказали про Новосельцевскую батарею. И это только небольшая часть нашей Ладивостокской крепости, огромного комплекса долговременных оборонительных сооружений, построенных в конце 19-го, начале 20-го века. Более полную информацию о Ладивостокской крепости вы сможете получить, посетив нашу выставку «Время крепости». До встречи в музее!